Так, мы с Валерией Линичной приняли обращение к лидерам стран Европейского Союза и США, в котором пишем, что на пороге новой глобальной войны находится Европа, которая может начаться в самое ближайшее время с агрессией России. И сегодня поздно говорить о каких-то санкциях, о разных уровнях санкций по многим причинам. Во-первых, они не очень эффективны, как мы видим, все-таки надо быть честным. И поздно проявлять осторожность, дипломатичность. Тем более, что не согласованы эти действия и малоэффективны. То есть нам бы хотелось большую эффективность. Было предположение о том, что Путин удовлетворится Крымом. Такое осторожное предположение. Теперь ясно, что он не удовлетворится и Восточной Украиной. Ему нужна вся Украина. И все, как в начале Второй мировой войны. Сначала захват Австрии. А потом все думали, что Гитлер этим успокоится. Нет. Потом Чехословакия, потом Польша, потом все остальное. На границах с Украиной и на самом деле со странами Балтии. Со связано точно огромные вооруженные силы. И даже на этом Путин не остановится. Уже визит Рогозина в Молдову. Сделан и на очереди возможно и Латвия, и Эстония, и Грузия. А там недалеко и до Финляндии, и до Польши. Безнаказанность агрессора, которую продемонстрировали после захвата Крыма, поощряет его, продвигает его агрессивные планы дальше. Путин наглеет день ото дня. Открыто готовится военное вторжение, военный конфликт. Со многими странами делаются милитаристские заявления. Уже банальностью стало заявление о возможности использования ядерного оружия, которое осторожно сделал Рогозин, потом повторил неосторожно. И уже всякие купленные журналисты пишут об этом даже в американской прессе. В стране идет пропагандистская кампания, милитаристская, которая готовит население к войне, к изоляции. Ясно, что остановить Путина можно только в военные силы. И мы надеемся, что лидеры ЕС США понимают ответственность, которую они несут перед своими народами, перед гражданами других стран, перед человечеством в войне и вообще. И мы призываем перейти от миротворческих, осторожных, дипломатичных призывов, от увещеваний и санкций к действиям, которые пока еще могут передвинуть, так сказать, изменить развитие ситуации, сделать из этого локального конфликта, и не позволить локальному конфликту развиться в глобальный. Вот это заявление подписала Валерия Ильинична Новодорская от Демократического Союза, и я как председатель партии «Западный выбор». Очень серьезное, алармистское несколько заявление, но мы считаем, что ситуация очень опасна. Что-нибудь добавить в Валерия Ильинична? Я хочу сказать, что алармист для политики совершенно нормальное явление. Что если бы в свое время Европе хватило алармистма, в частности Деладьевичем Берлену и американскому президенту Рузвельт, по-моему, тогда был президентом, то, возможно, Второй мировой войны бы не было. Мы вынуждены просить, потому что приказать мы никак не можем в Европе. Знаешь, по Шарлю де Костеру, не могу же я у вас отнять, приходится просить. Если просить больше некому, Кому просить, как не гражданам страны-агрессора, которые создают всю тщетность сегодняшнюю своих попыток исправить ситуацию внутренними средствами. Мы пытались, я лично этим занимаюсь с 68-го года, пытаюсь внутренними средствами решить внутренние проблемы. А воз и ныне там. Значит, справедливо было утверждение тех политологов и специалистов по тоталитаризму, что невозможно освободиться от тоталитаризма с помощью только одних внутренних средств, без внешнего толчка, без привлечения внешних факторов. Мы предупреждали перед началом агрессии в Крым, что этим закончится. Ну, перед Олимпиадой что-то предупреждали. Громко об этом кричали. И в ответ мы слышали соображения спецслужб, дипломатов, военных о том, что это невозможно. Что Путин никогда не посмеет оккупировать часть территории Украины. Сегодня, когда речь идет об оккупации всей Украины, наш призыв должен возыметь какое-то действие, потому что ситуация спокойно, медленно перерастает в глобальный конфликт. И соображения о Третьей мировой войне сегодня раздаются из Кремля. Осознанные, так сказать, и основывающиеся на бездействии, безразличии к Украине, страз Запада, Европейского Союза, США. А все должны понимать, что непринятие сегодня мер приведет завтра к сложнейшим проблемам. Если сегодня не остановить эту войну на границах Украины, завтра ее придется останавливать в Варшаве, в Праге, в Берлине. Таковы планы Путина, и он не особенно их скрывает. Это уже однажды было высказано вслух. В 1993 году генерал Макашев говорил, что мы остановимся не в Киеве, а в Будапеште. То есть захвата Украины уже тогда ему казалось мало. Хотелось прибрать назад весь блок, весь бывший варшавский блок. И сегодня, посмотрите, что утверждают выбранные двумя сотнями человек президенты этих бандитских Луганской и Донецкой республик. Они утверждают, что мы с фашистской Украиной не хотим иметь ничего общего, и что мы дойдем до Киева.